Здравствуйте! Вы смотрите Губернские новости в студии Павел Рыжиков. Коротко о главном в Воронеже и области. Утро добрым не бывает, особенно когда это утро понедельника, самой длинной рабочей недели в году. В полдевятого поступил сигнал о сильном пожаре на территории рынка Кольцовский в самом центре столицы Черноземья. Для тушения взгорания торгового павильона площадью 1300 квадратных метров было привлечено более 50 спасателей и 15 единиц техники. В 10.40 открытое горение было ликвидировано, а спустя час пожар полностью локализовали. Теперь к работе приступят эксперты и дознаватели МЧС России. Они-то и установят причину ЧП на рынке Кольцовский. В прибытии на место первых пожарных подразделений было установлено, что огнем объят один из торговых павильонов. И огонь достаточно быстро распространяется в связи с достаточно серьезной горючей нагрузкой внутри него. Это пластик, это изделия, предназначенные для продажи. Соответственно, сразу стало понятно, что требуется значительная сила для ликвидации этого пожара. А чуть позже случилось крупное ЧП на улице Донбасской. Здесь, в строящемся жилом доме, при монтаже лифта в его шахту с платформы упали трое рабочих. К сожалению, все трое погибли. Двоим рабочим было чуть больше 30, а самому старшему едва перевалило за 40. Весь день на месте трагедии работали сотрудники регионального следственного управления. Проводили осмотр, устанавливали все обстоятельства случившегося. Произошло падение подъемника, на котором находились трое рабочих. От полученных в результате падения телесных повреждений, пострадавшие скончались на месте происшествия. Следователям СК проведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели. Изымается документация. Назначена необходимая судебная экспертиза. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Накануне ночью беспилотными летательными аппаратами противника в Воронежской области были атакованы два предприятия, сообщил губернатор Александр Гусев. В Ванинском районе ранения получили два работника. Один направлен на стационарное лечение, второй на амбулаторное. Огнем повреждены несколько зданий и техника. Окна одного жилого дома и участок линии электропередачи. На втором предприятии в Новохоперском районе при падении дрона была повреждена крыша хозпостройки и емкость. Возгорание не произошло. Губернатор поблагодарил за быструю и слаженную работу все оперативные службы, а также в очередной раз обратил внимание на недопустимость публикации видеозаписи результатов украинских атак. Вот цитата. Некоторые из этих видео сразу же опубликовали украинские и западные информационные каналы. Не помогайте противнику оценивать последствия атак и корректировать огонь. Некоторые фотографии видеозаписи были сделаны с размытием объектов. Благодарю тех, кто поступил подобным образом. Но желательно воздерживаться и от таких публикаций. Совокупно они позволяют противнику определить последствия. Ваша сознательность и отсутствие сведений о результатах атак могут помочь избежать повторных ударов. Конец цитаты. Спасти человека за 10 минут. В том числе и такое задание приготовили для участников регионального чемпионата по оказанию первой помощи. Прошел он на базе Воронежского агроуниверситета и объединил полторы сотни школьников и студентов средних профессиональных организаций. Активисты движения первых из районов области сдавали теорию, а на практике демонстрировали, что умеют делать в экстренной ситуации. В этом зале те, кто знает, что такое прием Геймлиха и сердечно-легочная реанимация. А главное, умеют их применять на практике. Несмотря на юный возраст от 14 до 17, эти ребята уже асы в экстренной помощи. В рамках проекта регионального движения первых каждый в своей школе в своем районе уже прошел территориальный отбор. У нас в течение года проходили мастер-классы от экспертов. От экспертов-инструкторов Красного Креста, волонтеров-медиков, корпуса-студент-спасателей и наших партнеров «Онослався Отечеству». Мы проводили мастер-классы во всех школах, во всех районах нашей области мы провели. И когда ребенок прошел мастер-класс, он может поучаствовать в чемпионате по первой помощи. Мы уже провели муниципальные и территориальные этапы, определили 30 лучших команд на данный момент. Сегодня отделение движения первых есть во всех образовательных учреждениях области. На старте отбора для региональных соревнований команд было 177. К финалу дошли лишь три десятка. В каждой по пять человек. И у всех исключительно боевой настрой. Похлопайте тех, кто сегодня настроен выступить, ну нормально, прям если бы выступить. Похлопайте тех, кто сегодня победит. Отлично. Испытания для участников – теория и практика. Сначала нужно было письменно ответить, как действовать в экстренном случае. Ну а далее – две ситуационных задачи. Первая – массовое ЧП в кафе, где один посетитель подавился, второй закашлялся, третий бежал вызывать скорую и повредил ногу. У четвертого – паника. Мужчина, а можно помочь? Мужчина, а можно помочь? Мужчина, а можно помочь? Несколько псевдопострадавших и на второй локации из-за ветра рухнуло дерево на детскую площадку. Водная такова. Одного подростка придавила ветками, второй, помогая, разбил нос. Третий, увидев кровь, потерял сознание. У четвертого – истерика от всего происходящего. В течение 10 минут нужно помочь каждому, сохранив жизнь и здоровье, физическое и моральное. Впрочем, участники успевают и быстрее. Все дело в опыте. В движении первых я уже два года. Для меня это важно, потому что это помощь людям. Наша команда называется «Неравнодушные». Мы прошли уже территориальный этап. Мы делали сердечно-легочную реанимацию и помогали человеку в сознании. Он поранился, то есть мы помогали ему в сознании, когда человек был. Это все нужно, чтобы в жизненной ситуации это, я думаю, может помочь, если вдруг такое случится на улице. Когда я сидела на берегу реки, там было сильное течение и образовался круговорот. Была маленькая девочка, которой я сказала не идти туда, но, к сожалению, она меня не послушала, и в итоге она ушла под воду. Мне пришлось вытаскивать ее из этого круговорота и потом сделать так, чтобы вода вышла из дыхательных путей. Кстати, команда 94-й школы Воронежа – победитель прошлогодних региональных соревнований. Но из-за эпид-обстановки поехать на федеральный чемпионат по оказанию первой помощи не удалось. Не получилось взять реванш и в этом году. Первое место у мегашколы. Теперь команде образовательного центра «Содружества» предстоят заключительные общероссийские состязания. Они стартуют в ноябре в Саранске. В Воронеже большие гастроли московской табакерки, легендарную музыкальную драму «Страсти» по «Бумбарашу» привез столицу Черноземья народный артист России, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков. Этот спектакль масштабен не только по своему смысловому наполнению и декорациям, отметил актер и режиссер. Всего в постановке, по его словам, задействованы 120 работников театра и половина из них непосредственно на сцене. Это практически вся труппа табакерки плюс студенты театральной школы Олега Табакова. Кстати, будущие актеры будут впервые участвовать в этой постановке именно на сцене Воронежского концертного зала. Так что для них предстоящий спектакль фактически дебют в профессиональной карьере. Напомню, история «Бумбараша», хорошо известная по одноименному фильму, впервые стала спектаклем в 1993 году на сцене театра Олега Табакова. А после открытия новой сцены в 2016-м эту постановку вновь вернул в репертуар нынешний художественный руководитель театра Владимир Машков. Глава Союза театральных деятелей также планирует провести в Воронеже множество творческих встреч и мастер-классов для студентов театральных вузов, учащихся детских школ искусств и для местных артистов. В столице Черноземья создано хорошее театральное пространство, отметил режиссер. Региональное отделение СТД самое большое в стране после Москвы и Московской области. В его составе более 300 деятелей культуры. Что касается постановки, воссозданной Владимиром Машковым, воронежский зритель должен ценить ее по достоинству, уверен, режиссер. Олег Павлович Таваков очень хотел возвращения этого спектакля на сцену нашего театра. Я знал об этом. И вот когда я стал художественным руководителем, это был буквально первый спектакль, который мы... Это не восстановление, это новый спектакль. В прошлом спектакле принимали участие 20 человек, всего сейчас 60. Мы серьезно поработали и с музыкальным оформлением, и с оформлением спектакля. Все это театральное искусство, в том числе и диалоги, в том числе формирование мышления, духовности наших граждан. И это огромный вклад в ощущение патриотизма, в то, чтобы люди все-таки поняли историю и любили свою Родину такой, какая она есть. Вы на этой ниве большой труд делаете, вы на этой ниве очень успешны. Я хочу поблагодарить вас, в том числе за такую, как и непрямая ваша задача, но, тем не менее, искусство служит этим своим. Не только творчество, но и технические аспекты воронежской культуры обсудил затем Владимир Машков на встрече с губернатором Александром Гусевым. В Воронеже большое количество талантливых ребят. Многие актеры из столицы Черноземья уже зарекомендовали себя в московских театрах, а также в кино, отметил народный артист. А вот что касается культурной инфраструктуры, то председатель Союза театральных деятелей и глава региона говорили в первую очередь о реконструкции театра, оперы и балета. Александр Гусев отметил, что по проекту изменения коснутся лишь фасада и сценического пространства. Зрительный зал планирует воссоздать без перемен. Ремонт этого театра – один из самых масштабных проектов для всего региона, поэтому требуется в том числе и федеральное софинансирование. Владимир Машков, который ко всем своим регалиям входит еще в президиум Совета при президенте России по культуре и искусству, пообещал оказать содействие Воронежской области в этом вопросе. Ну и, конечно, народный артист особо подчеркнул, что Воронеж по праву считается театральным городом. Недаром в столице Черноземья сегодня работают пять государственных театров, три муниципальных плюс частные. Нет такой страны, чтобы было такое количество государственных театров, которые выполняют, ну, это не просто функция, это миссия. Миссия другой стороны ответственности тех, кто этим занимается, огромная и образовательная, и просветительская. О том, как в регионе готовят к зиме автодороги, говорили на оперативном совещании в правительстве области. По информации профильного министра Максима Оськина, для экстренной ликвидации дефектов на проезжей части эксплуатирующие организации заготовили почти 2500 тонн холодной и литой асфальтобетонной смеси. Это 60% от потребности. Столько же имеется в наличии и противогололедных реагентов, в первую очередь песко-соляной смеси. Хранить ее будут на 40 с лишним площадках, на важных участках федеральных трасс, на опасных подъемах и поворотах, где образуются налить и снежные накаты. Для того, чтобы региональные и межмуниципальные автодороги оставались в нормальном состоянии, даже в лютую непогоду, этой зимой будут задействованы 620 единиц специализированной дорожной техники, грейдеры, снегоочистители, погрузчики. Это на 10% больше, чем требуется по нормативам. Между тем, губернатор Александр Гусев поручил уже сейчас вплотную заняться подготовкой к следующей весенне-летней кампании по ремонту транспортных артерий региона. Мы эту работу сами начали, несколько совещаний провели по качеству применяемых материалов. Я прошу эту работу не останавливать. И, как и договорились, мы в середине, в конце ноября соберемся на такое итоговое уже совещание, с тем, чтобы готовиться к сезону масштабных работ по ремонту и по строительству дорог в 2025 году. С пониманием того, какие материалы необходимо будет применять и закупать. Социально ответственные предприниматели получат от региона дополнительные преференции. Одна из них – сокращение сроков получения разрешительной документации. Об этом сообщили на заседании гражданского собрания «Лидер», которое объединяет руководителей крупнейших воронежских бизнес-структур. Определять добросовестность компании призван внедренный в прошлом году так называемый ЭКГ-рейтинг, который расшифровывается как «Экология кадры государства». Его критериям в регионе уже соответствует более сотни компаний. Впрочем, для воронежских бизнесменов это далеко не предел. В областном Минэкономразвитии рассчитывают, до конца года этот реестр смогут пополнить не менее 15 предприятий. Здесь же на заседании гражданского собрания «Лидер» губернатор Александр Гусев вручил областные награды отличившимся воронежцам. Так, почетный гражданин Воронежской области Александр Соловьев за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона отмечен знаком воеводы Семена Сабурова «Служение и долг». Почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд глава региона вручил также Владимиру Савостину, генеральному директору группы компаний по продаже сантехники и отопительного оборудования. О том, что в Воронеже наконец-то открыт муниципальный приют для животных, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Заместитель главы администрации города Людмила Бородина рассказала, что сейчас в новом доме для четвероногих уже разместили более трех десятков пушистых постояльцев, а в скором времени их количество многократно возрастет. Другой важный вопрос в повестке дня – строительство Остужевской развязки. Исполняющий обязанности руководителя управления дорожного хозяйства Иван Селиверстов заверил, работы на объекте ведутся с опережением графика. Хотя объемы довольно большие. Напомним, задача подрядчика – расширить движение до шести полос, построить эстакаду на пересечении улицы Остужева с Ленинским проспектом и реконструировать съезд Северного моста на улицу 25 января. Стоимость контракта без малого – 3,5 миллиарда рублей. Пустить движение здесь планируют в 2026. Одно из новшеств в рамках 44-го федерального закона предусмотрено, ну, слышали, наверное, уже много раз мы этим пользовались, строительство объектов под ключ. То есть это когда формируется начальная максимальная цена контракта без разработанной проектно-сметной документации. Здесь ситуация была немножко сложнее. У нас в 2019 году проектно-сметная разработана была, но требовались изменения в нее. В рамках 44-го появилась новая опция, когда можно, имея проектно-сметную документацию, по сути, формировать пакет документов по аналогии с торгами под ключ. Мы этим воспользовались, что нам это позволило. Сейчас работы выполняются и корректируется проектно-сметная документация. Возраст танцам не помеха. Сегодня в России день бабушек и дедушек. В канун этого необычного праздника в столице Черноземья устроили осенний бал для пожилых. А чей очарование? Более полусотни пар закружились в вальсе и отплясывали фокстрот. В таком ритме торжество в городском дворце культуры устраивает уже пятый год. И количество участников постоянно растет. О том, какие очи и как очаровывали воронежцы серебряного возраста на этот раз, узнала Анастасия Алексеева. Полонез, вальс, полька. Свыше сотни участников бала закружились в танцы. Здесь представители практически всех районов области. Например, коллектив из Семилук. Не первый раз на этом балу. А мотивация возвращаться сюда – одна. Мы участвуем, потому что это красиво. Это вот наряжаешься, подкрашиваешься, настроение себе создаешь. Мы сейчас в таком возрасте, когда у нас внуки уже выросли, не хватает вот нашего вот такого вот. И внимание, пожалуйста. А тут девочки пришли. Ой, какая у тебя кофточка. Ой, какое у тебя платьишко. Какая причесочка. Да, молодцы. Я, например, запрещаю на занятиях говорить о балячках. Я говорю, так, там оставили, улыбку надели и пошли танцевать. Потому что без улыбки танец – это ничто. Все танцоры здесь 55 плюс. Но были и рекордсмены. Самому старшему участнику 89 лет. Это очарование и красота наших милых женщин просто замечательная. Я восхищаюсь этим. Каждый раз, несмотря на то, что прихожу, каждый раз восхищаюсь и нахожу что-то, что-то прекрасное. Танец. Лучше общаться, конечно, нечем больше, чем только танцем. Можно все высказать. Танцам действительно можно многое сказать. И сделать это могут даже те, кто не говорит. Бал в этом году посетили и слабослышащие танцоры. Для этих бабушек выступление здесь – долгожданное событие, рассказывает их куратор. Одна только, которая слабослышащая. Остальные практически они не слышат. Но они так стремятся научиться. Мы проводим с ними нейрогимнастику. Они у меня как балерины стоят, ручками делают. Поэтому с ними очень интересно. И они очень ждут этих занятий. Я благодарна судьбе, что я оказалась в этом коллективе, что жизнь заиграла новыми красками. И вообще даже забыл, что ты пенсионер. Бал «Очай очарования» проходит уже в пятый раз. Это одно из направлений проекта «Активное долголетие» – нацпроекта «Демография». Он реализуется при поддержке Министерства соцзащиты. Организаторы – серебряные волонтеры танцевального коллектива «Ритмы планеты». Такие мероприятия специально вводятся в национальные проекты для того, чтобы формировать то самое активное долголетие, которое поможет людям в возрасте не оставаться одинокими, активно участвовать в жизни общества и чувствовать удовлетворение от собственного существования. И учитывая, с каким настроением танцевали все бабушки и дедушки, бал в этом году определенно удался. «Факел» довел свою серию без поражений в Премьер-лиге до четырех матчей. В очередном туре наша команда в Москве сыграла в ничью с ЦСКА, замыкавшим квартет лидеров нынешнего сезона. Долгое время единственным опасным моментом оставалась атака воронежцев на 10-й минуте. Легендарный Игорь Акинфеев выручил москвичей после удара Мохаммеда Брухимии и подключения Алексея Каштанова. А вот первый удар в створ «Факела» состоялся только на 39-й минуте. Иван Обликов неплохо приложился издали, но на месте был Виталий Гудиев. Следом отлично пробил и Тамерлан Мусаев. Однако и здесь наш голкипер не дрогнул, хотя задача для него была уже посложнее. На 65-й минуте вышедший на замену Сауль Гаурирапа вынудил Раяна Синханджи нарушить на себе правила. Главный арбитр матча Кирилл Левников расценил это как фолл последней надежды и показал нашему защитнику прямую красную карточку. Впрочем, коллектив Дмитрия Пятибратова армейцам воспользоваться численным перевесом не позволил. Воронежцы грамотно оборонялись и даже периодически убегали в контратаке. Очень опасный момент у ворот Факела хозяева создали на 86-й минуте, а затем чуть было не забил серп Нилан Гаич. И снова надежен оказался воронежский голкипер. В итоге Виталий Гудиев, как и Игорь Акимфеев, сохранил свои ворота на замке. Впервые за три сезона в Премьер-лиге Факел не проиграл на поле ЦСКА. Заработанный балл позволил нашей команде сохранить за собой 14-е место. Поддержка фантастическая. У нас недавно был товарищеский матч. Мы играли с белорусской командой и 8 тысяч пришел на стадион поддержать. Можете себе представить, как в этой обстановке и не бежать вперед. Но надо контролировать эмоции, потому что когда ты бежишь вперед, потом приходится бежать назад. И вот сегодня даже такие моменты были, когда нам немножко не хватило хладнокровия. И вычитывая силу соперника, они могли нас заказать за нашу такую чрезмерную активность, если вы видели в конце, в меньшинстве, но большой группой пошли выигрывать этот матч. Это касается стандартных положений. Вот здесь надо быть немножко мудрее. Но радует то, что игроки проявляют смелость на футбольном поле. Матч следующего тура воронежские футболисты проведут на домашнем поле. В воскресенье 3 ноября огнеопасные примут Химки, которые также располагаются в зоне стыковых встреч. Ранее Факел и Химки встречались на футбольных полях 22 раза и побед на 3 больше пока в активе подмосковного коллектива. Последний раз в официальных матчах воронежцы обыгрывали Химки еще в августе 2018 в турнире первой лиги. При этом в РПЛ соперники дважды сыграли в ничью. И на сегодня это вся основная информация. Оперативные новости есть на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Будьте в курсе событий. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова